Вот такая красивая, красавица, ягода. Друзья, как вы сохраняете? Пишите мне в комментариях. А я вам покажу, как я сохраняю ее свежей, ароматной и вкусной на всю зиму. Вот такая красота у нас получилась. Мы ее намыли, оторвали хвостики. Получилось вот это ягоды 2 килограмма. Ну и вот эту, конечно, разве мы будем ее в баночку делать? Мы ее, конечно же, съедим. Самую лучшую, самую хорошую. А здесь 2 килограмма. На каждый килограмм 800 грамм сахара. Вот у меня здесь 1,6 кг. И мы засыпаем нашу ягоду. Не будем мы ее шевелить. Сильно. Вот просто так она у нас будет стоять, пока даст сок. Ну, я думаю, что к утру она будет вся уже в соку. Закрываем и оставляем. Как будем готовить дальше, я вам покажу. Ну вот, наступило утро следующего дня. Посмотрите. Ягодки все целые лежат. Сахар почти растворился. И сейчас я переложу в другую емкость, потому что сразу я не подумала. Подумайте вы об этом. Сразу нужно в ту емкость переложить, в которой будете нагревать до растворения сахара. Просто, чтобы сахар у нас растворился. Я сейчас аккуратненько перекладываю в другую емкость. Ягодки все целые, красивые, неразваренные. Такими они у нас и останутся. Перекладываю и кипячу наш сироп. Ставлю на плиту. В стерилизованные баночки накладываем аккуратно нашу ягоду. Вот так разложила. Получилось у меня вот 5 баночек пол-литровых. Я готовила 6. Ну вот, немножечко не угадала. Кипяченый сироп уже с растворившимся сахаром заливаем наши баночки. Немного попадает пенки, но это ничего страшного. И осталась вот совсем капелька. Вам, наверное, видно. Ну, осталось, наверное, 100 грамм или 100 миллилитров. Больше нет. Крышки у нас стерилизованные. И мы сразу же закрываем банки плотно. Чтобы плотно банки были закрыты, еще немножко, вот видите, уходит. Подольем. Делаем два оборота. Вот, смотрите. Один, два и вперед. Тогда крышка. Все будет закрыто крепко. Один, два и сюда. Один, два и вперед. Крышки плотно закрываем сразу. Один, два и вперед. Вот, крышка закрытая. Смотрите, какая красота у нас получилась. Я бы наложила много ягод. Я не люблю, когда мало здесь ягоды. Можно поменьше. Ну, вот у нас как раз все хватило сиропа залить. Сейчас берем кастрюльку. Вытрем стол, конечно. Берем кастрюльку. На дно кладу полотенчик. Ставлю баночки. Вот как раз у меня все баночки сюда встали. И наливаем воды. Так как у меня так тепленькое стало вот внутри все, я кипятка лить не буду. Налью теплой воды. И ставлю это на огонь. И как у нас... Наливаем воды до самых плечиков. Как закипит, у нас будет кипеть 15 минут. Наливаю воды. Через водогреечку тепленькой водички. 50 градусов. Вот так. До плечиков у нас достает. Сейчас ставим на плиту. Закипели баночки. Засекаем время. Через 15 минут выключаем. Проверяем наши баночки, чтобы они были плотно закрыты. Видите, уже приоткрылась баночка. Вот такая красота получилась у нас. Ягодка к ягодке. Целенькие все. Где-то я показываю. Вам, наверное, не видно. Сейчас мы... Вот такая красота в баночках. Баночки нам нужно поставить на крышечки. И я их не укутываю. Ставим на крышки. И пусть они так до остывания стоят. Готово. Готовьте, друзья. Это вкусно. Эта ягода пойдет для украшения тортов, на пироги, куда угодно. Такая красивая, цельная, очень ароматная. Готово. Готово. Продолжение следует...